Всем привет! Хочу сделать небольшое предисловие. Это видео будет посвящено достаточно непростой теме, теме домашнего насилия. У нас были вопросы от зрителей о том, забирают здесь ли детей, как работают органы по защите прав детей, и поэтому мы решили ее осветить. Это видео снималось весной, и оно у меня очень долго лежало. Все потому, что я не была уверена в том, что хочу его выпустить, просто потому что вы достаточно так жестоко нас критикуете по поводу звука микрофонов. Тогда у нас еще не было микрофонов, поэтому когда нам в очередной раз прилетело, как же нас слышать ужасно, я подумала, что возможно не стоит его выпускать. Но летом я пересмотрела это видео, посмотрела и удостоверилась в том, что все же слышно, ветра особого там нет. И в принципе это очень хороший материал, который не хочется, чтобы пропадал. Поэтому давайте мы ему дадим зеленый свет. Это видео интервью. И если вдруг вы что-то не расслышали или хочется что-то спросить и уточнить у Ирины, вы пишите просто комментарии под этим видео, и мы обязательно наведуемся к Ирине уже с микрофонами. Но давайте договоримся сразу на берегу, что претензии по поводу звука не принимаются. Просто я вас предупредила, и кто захочет, тот посмотрит. Будьте, пожалуйста, добры к нам. Ирина, спасибо большое, что мы сегодня встретились. Мы уже с тобой собирались встретиться год, наверное. Мне бы очень хотелось поговорить о социальной работе, потому что существует множество слухов, предубеждений о социальной работе именно в Европе. Поэтому мы поговорим о Шотландии. И давай с самого начала, сколько лет ты живешь в Шотландии и сколько лет ты работаешь в социальной службе, в социальной сфере. Хорошо, спасибо, Анют. На самом деле, по первому образованию я психолог детского образования. Но попав в Шотландию 12-13 лет назад, что я уже сбила со счетов, я поняла, что психология, в общем-то, здесь имеет некоторую другую окраску, нежели на континенте, если можно так сказать. Вот. И эта окраска, ты знаешь, что она, в общем-то, меня заставила задуматься о том, чего я хочу делать. Я поняла, что заниматься психологией в том формате, которым я занималась, я до этого жила в Чехии, я не смогу. И, в общем-то, я стала искать себя, потому что я все равно знала, что я хочу работать с семьями, я хочу работать с детьми. И это было мне интересно. И, опять же, приехав с континента, если можно так сказать, где социальная работа имеет некоторую другую окраску, нежели здесь, это не сразу мне пришло в голову. Расскажи, сколько лет назад в Шотландию ты приехала? Помнишь? Мне кажется, ты 15 лет уже назад. Мы с тобой познакомились в первые прям совсем годы. Да, Юльке был годик, а Юльке сейчас 13 лет. Значит, 12 лет. Вот мы знаем друг друга, 12 лет, представляешь? 12 лет, представляешь, да. 12 лет звучит, как будто нам уже 75. Ну, почти. Да, да, да. Скажи поподробнее, с какими семьями ты работала и в чем заключалась твоя работа? На самом деле в сферу социальной работы может попасть совершенно любая семья. Это не зависит от уровня дохода, это не зависит от цвета кожи, это не зависит от сексуальной ориентации родителей. Обратиться либо же попасть под обязательную, можно сказать, опеку социального работника может совершенно любая семья в Шотландии. Из моего опыта очень часто источником проблем в семьях и в воспитании людей становится тема домашнего насилия. Очень часто она сопряжена с наркотиками, алкоголем и, конечно же, психическое здоровье обоих родителей. Вот это вот, я бы сказала, четыре таких самых главных кита, на которых зеждится все, что лежит на плечах социальных работников. Потому что там, где наркотики, там, естественно, нестабильность финансовая, там, где алкоголь, то же самое, там, где домашнее насилие, это всегда какие-то эмоциональные проблемы родителей. Ну, а там, где психическое здоровье, в общем-то, это все вместе. Поэтому, естественно, кто от этого страдает, страдают от этого в первую очередь дети. И вот там-то, в общем-то, и появляется социальный работник. Не всегда добровольно для этих семей. Вот это, пожалуй, самое такое трудное для социального работника – войти в дом не по желанию этой семьи и, можно сказать, доказать этим людям, что ты им желаешь хорошего, и ты там находишься для того, чтобы им помочь, для того, чтобы отобрать их детей. Как узнают о проблемах в семье социальные работники? Очень, система, особенно в Шотландии, я вот буду, как бы, оговариваться, делать разницу между Британией и Шотландией, потому что наше законодательство, вот можно с гордостью сказать, шотландское, гораздо более эффективно работает в системе поддерживания семей. И именно в Шотландии существует такая система, как работа совместно здравоохранения, образования и социальных служеб. То есть, если ребёнок, допустим, приходит в школу, и учительница замечает регулярно, что у ребёнка, допустим, нечистая одежда, у ребёнка не всегда с собой есть положенный обед в сумке, либо же ребёнка родители опаздывают забрать из школы, то есть какие-то звоночки появляются. Также о неблагополучии может узнать медсестра, которая приходит домой навещать дошкольников, детей. И вот, можно сказать, доступ в дом. Тоже медсёстры, тренированные в этой области, они получают дополнительные знания, чтобы распознать достаточно на ранних этапах, те звоночки увидеть, где, пожалуй, вот этот неблагополучный фон может отразиться в семье, может отразиться на благополучии ребёнка. Ну и, конечно же, любой гражданин вправе сообщить в социальные службы. И, пожалуй, вот, наверное, оттуда эта стигма, вот это вот предубеждение социальных работников, что вот кто-то на тебя позвонил, настучал, как сказать, да, и тебя сдали в социальные службы. На самом деле, очень часто такие случаи приводят к позитивным результатам, когда люди просто настолько погружены в свои проблемы, настолько уже измотаны своими несчастьями, что приход социального работника очень часто становится той крайней точкой, когда они начинают задумываться, что же происходит в жизни и что для них важнее. Наркотики, алкоголь, дети, то есть вот приходится очень часто выбирать. Расскажи про права детей. То есть вообще какие права ребёнок имеет и как он понимает, что он имеет эти права? Слушай, на самом деле для нас выходцев из Советского Союза вопрос прав, да, он, по-моему, очень актуален на любом этапе жизни. А вот права детей вот особенно интересная тема, потому что на самом деле детишек из детского сада начинают учить о том, какие у них есть права, о том, как они могут попросить о помощи в случае неприятностей в своей жизни, существуют линии помощи, существуют определённые телефонные номера, приходят определённые организации в школу и проводят, можно сказать, семинары, где они рассказывают детям очень-очень, разжёбывают, не просто рассказывают о том, что бы у них в жизни не случилось, они всегда могут обратиться за помощью, даже к учителю, даже к любому человеку на улице, которому они могут сказать. И, в общем-то, таких рекламных кампаний очень много, ты сама знаешь, по телевизору часто показывают такие вещи, и поэтому дети, наверное, я помню, мой сын пошёл, наверное, ещё был старшая группа детского сада, и он пришёл домой вот с таким вот буклетом, где очень чётко в картинках было написано, что нужно ему делать, если вдруг его дома обижают. И не только дома обижают, о том же права ребёнка, как бы гораздо более широкое понятие, о том, в общем-то, на что они имеют право, в каком возрасте. Вот, допустим, сыну моему сейчас исполнилось 16 лет, ему куча пришла буклетов, рассказывая о том, что он имеет право голосовать, рассказывая о том, что он имеет право получить карточку гражданина, по которой он впоследствии будет платить налоги. И вот эти вот все вещи, они как бы с раннего возраста человеку прививают вот это понятие о том, что ты чего-то значишь, ты гражданин, и ты, в общем-то, имеешь место быть. Мне кажется, вот это вот очень важно для детей. А правда, что с 16 лет в Шотландии ты можешь жениться и выходить замуж? Абсолютно. Ты знаешь, что это вообще потрясающая вещь, потому что в давние-давние времена, с 17 века, беглые англичане, которые хотели, значит, узаконить свои отношения, как только им исполнялось 16 лет, они перебегали границу Шотландии и бежали в Гретну, которая находится на самом юге Шотландии. И там местный кузнец, который начал таким образом, у него был такой стартап, и он начал быстренько между наковальней их регистрировать браки. И потом они на следующий день убегали назад в Англию, прибегали к овшарашенным маме и папе и говорили, а вот мы уже женаты. То есть это с тех времен? Это с тех времен, да. То есть разница между английским законом и шотландским. То есть до 18 лет по шотландскому законодательству ты ребенок, если ты находишься в полном образовании, то есть если ты в школе, но при этом с 16 лет ты не имеешь права пить алкоголь, ты не имеешь права водить машину, но тебе не нужно разрешение мамы и папы для того, чтобы жениться. А кстати, да, интересно, что алкоголь с 21 лет, да, если я не ошибаюсь, ты можешь покупать алкоголь с 21 лет. Машину водить в 17 лет, по закону взрослым ты становишься полностью 18 лет, а жениться в шотландии ты можешь в 16 лет. Очень здорово. Да, так что... Ну, вернемся к теме домашнего насилия. Ой, да. Так, вернемся к теме домашнего насилия. Каким образом, вот, ты как социальный работник приходишь и видишь, что в семье что-то не так, но опять же, например, родители могут бить ребенка. Твои действия как социального работника? Действий может быть очень много, потому что если ты физически не видишь то, что ребенка бьют, то в первую очередь начинают работать с ребенком. То есть, опять же, зависит от того, если ты социальный работник для ребенка, либо ты социальный работник для взрослого. Я работала в нескольких ролях, то есть в каком-то процессе, допустим, я была работником социальным для взрослых, и тогда, если я видела, что какие-то проблемы с детьми, допустим, я приходила работать с мамой, у которой психические проблемы, да, и вот, в общем-то, эти психические проблемы, клиническая депрессия не позволяют ей полностью посвятить себя уходу за детьми. И вот в это же время я видела, как дети, в общем-то, страдают от этого, да, и вот в таких вот тяжелых случаях социальный работник прикрепляется еще и к ребенку. То есть это, в общем-то, разные области социальной работы. Детский социальный работник и взрослый. Есть социальные работники по работе с инвалидами, по работе с пожилыми людьми, по работе исключительно с психиатрией. Вот, то есть такое разделение достаточно жесткое. То есть люди специализируются, именно профессионалы, в разных областях. Если возраститься к твоему вопросу о том, если что ты видишь, как ты можешь помочь ребенку, то, в общем-то, существуют очень четкие законодательные процессы, где ты можешь родителя, как сказать, взять в суд, подать на ребенка в суд. То есть местное... То есть ребенок может подать на родителя в суд, да? Нет, местные органы самоуправления, то есть как вот горы с полком, да, подает в суд, он представляет интересы ребенка, подает в суд на родителей за то-то, то-то и то-то, допустим, за невыполнение родительских обязанностей разного формата. И тогда местные органы самоуправления, вот тот же горы с полком, становятся, как сказать, опекуном ребенка. Вот это вот временное решение родительских прав. Конечно, оно может быть постоянным, если насилие очень серьезное. Но в первую очередь, опять же, социальные службы стараются сохранить семьи, стараются найти способы медиации. Кстати, я тоже занималась медиацией семей. То есть, ну, куча всяких различных программ и способов. Правильно я понимаю, что суд – это уже вот последняя мера, которую стараются все же не допускать? Абсолютно, абсолютно. Суд – это последняя мера, но суд может, в общем-то, опять же, стать той отправной точкой для родителей, да, как звоночек такой, что «Опа, я должен проснуться». Потому что суд может вынести решение всего лишь на 30 дней. То есть вот за 30 дней ты должен подсобраться, допустим, там, прекратить пить, либо прекратить бить свою жену. Ну, образно я говорю, разные вещи. И, в общем-то, тебе дается такой испытательный срок на 30 дней. Но, в принципе, да, суд – это, конечно, для очень серьёзных случаев. Потому что социальные работники могут быть вовлечены на совершенно таких вот не очень страшных этапах, когда в семье просто происходит какой-то критический перелом. Допустим, родители разводятся, да, и ребёнок на это реагирует неадекватно, потом убегает из школы, начинает бить стёкла. Вот и всё. В таком ракурсе тоже социальный работник может быть вовлечён. И не всегда это социальный работник квалифицированный, то есть именно с этой должностью. Очень много организаций, которые занимаются так называемой работой помощи семьям, и они работают с семьями по взаимной договорённости. То есть это не то, что по решению суда, где определили социального работника, и, пожалуйста, с ним давай как-то находи общий язык. В Шотландии и Британии очень развитая система именно вот этой вот помощи семье и работники, которые работают с детьми, которые работают с родителями, занимаются различными видами терапии, и просто элементарной помощи. Знаешь, когда мама рожает ребёнка в 16 лет и не знает, допустим, да, как там суп сварить или как пелёнки поменять. И вот тогда приходит не социальный работник, а вот какой-то просто работник, который может быть просто оказать вот такую эмоциональную и элементарную практическую помощь молодым семьям. Вот на твой взгляд, достаточно ли хорошо развита в Шотландии социальная помощь таким семьям, которые нуждаются в помощи? Или есть какие-то моменты, которые должны быть лучше, ну вот очевидные моменты? Ну смотри, это вопрос скорее политический, нежели вопрос к социальному работнику, потому что у меня очень много, как бы, ну такое достаточно критическое мнение на этот отчёт, как у человека, проработавшего в системе больше 10 лет. Вот, ты понимаешь, дело в том, что вот эта неолиберальная политика, которая ещё осталась с 90-х лет, конечно, она потихоньку уходит. Но что происходит, вот если рассказать очень быстро, в местных органах самоуправления выделяется вот мешок с деньгами, и этот мешок с деньгами должен поделиться на разные службы, которые нужны жителям вот такой-то области, например, Одинбурга. И вот этот мешок деньгами должен поделиться между уборкой мусора, ремонтом дорог, социальной работой, помощи безработным, помощи пожилым людям. И вот, в общем-то, социальная работа очень часто, на неё остаётся очень мало денег. И поэтому, что происходит с социальными работниками, они просто сгорают. Средняя жизнь, продолжительность карьерная социального работника в Британии – 11 лет. После этого люди либо как бы перестают быть хорошими социальными работниками, либо они уходят из профессии. Потому что это настолько напряжённая и стрессовая как бы деятельность, потому что у тебя, если ты работаешь на полную рабочую неделю, у тебя может быть до 50 семей, за которыми ты смотришь. Но это, конечно, уже такой экстремальный случай. Но очень часто ты просто не можешь сделать то, что ты хочешь. И ты, как говорят британцы, ты занимаешься постоянно тушением пожара. Не работаешь с людьми, а вот ты вот так вот как бегаешь, как собачка Соня, между своими семьями, которым ты хочешь помочь и поддержать. У тебя просто физически не хватает времени. Всё из-за чего? Из-за того, что не хватает денег. Из-за того, что социальных работников мало, бюджета мало, а семей, которым помочь, очень много. Вот в этом вот проблема, что просто не хватает финансирования. Но по сравнению с другими странами, конечно, у нас не так всё плохо. И, в общем-то, наша школа, именно особенно шотландская школа социальной работы, она очень сильная. Я ездила, наверное, уже года 4 назад, я ездила, участвовала в программе в Швеции, где собирались социальные работники со всего мира. То есть Италия, Штаты, Австрия. И вот, в общем-то, я была даже немножко удивлена, и вот так вот, на самом деле, с хорошей стороны удивлена, на каком счету шотландская социальная работа, школа социальной работы и социальные политики по работе с людьми, как она ценится в мире на самом деле. И даже братья-англичане приехали и сказали, вот, смотрите на шотландцев, какие они молодцы. Было очень приятно. Ирина, расскажи, еще, мне кажется, тема домашнего насилия, сейчас она остро вообще стоит во всем мире, и Россия и Шотландия не исключение. Скажи, каким образом здесь защищены, например, женщины от тех мужей, которые, я не знаю, опять же, занимаются рукоприкладством? Очень эмоциональный вопрос, потому что в этой области как раз вот до того, как я стала социальным работником непосредственно, я работала с жертвами домашнего насилия. Хочется сказать, опять же, что Шотландия в этом плане занимает достаточно такую особую позицию даже в Британии. В Шотландии в первом государстве из британских союзов было принято законодательство о том, что эмоциональное насилие, а не только физическое, является тоже преступлением. В 2016 году был принят этот закон, что, в общем-то, было прорывом. Потому что, вот опять же, некоторая стигма существует о том, что домашнее насилие – это всегда, когда тебя партнер бьет. Это не обязательно женщина, избивающая мужчину. Я работала с гомосексуальными парами. Один раз за всю свою карьеру я работала с парой, где жена избивала мужа, причем серьезно так поколачивала. Но в большинстве случаев физическое насилие – это лишь одна маленькая часть того, что происходит за закрытыми дверьми. Очень частой причиной вот этих вот бьет является эмоциональное насилие, которое ущемляет свободы другой личности. И, в общем-то, в Шотландии, мне кажется, дело обстоит достаточно хорошо. Потому что количество заботы и опеки, которую женщина, либо мужчина, испытывающий домашнее насилие, может получить в Шотландии, невероятно сильно, вот эта вот сетка распространена, помощи. И опять же, компании идут по телевизору о том, что если вы страдаете, вот куда вам обратиться. Но на самом деле, вот если ты оказался в Шотландии в такой ситуации, когда ты испытываешь эмоциональное либо физическое насилие, ты не останешься без помощи. То есть тебе найдут и психолога, тебе помогут с жильем, тебе помогут финансово. То есть если ты хочешь помощи, а это же одна из проблем, жертв домашнего насилия, о том, что они не видят, что они находятся в этих зависимых отношениях, они думают, что это любовь на самом деле. Потому что они находятся... Или не в позиции жертвы, что я виновата в том, что спровоцировала. Естественно, которая годами вырабатывается и, в общем-то, вдалбливается в голову жертв. Но если уже человек понял, что он находится в такой ситуации, то, конечно, помощь, вот, ну, мне кажется, из моего опыта, из того, что я видела, и вот со сколькими людьми я работала, без крыши над головой ты не останешься. И вся юридическая помощь, эмоциональная помощь на самом деле на тарелке. Вот на самом деле с этим у нас... Удалось спасать жертв домашнего насилия, ну, не знаю, вот опять же от мужа-деспота, от жены-деспота. То есть правильно я понимаю, что если такая проблема, вот ты говоришь, психологи дома, и вы, ну, помогаете людям все же прекратить эти отношения, да? Да и нет, потому что по статистике, по-британской, в среднем жертве требуется 8 раз для того, чтобы принять окончательное решение. То есть 8 вот таких вот приходов-уходов, пока человек не поймет все. Вот туда я больше идти не могу, и я эмоционально готов для того, чтобы закрыть эту страницу и начать новую жизнь. Очень часто работа с жертвами домашнего насилия сосредоточена именно вокруг вот этого, как ты говоришь, жертвы, что это не твоя вина, ты не виноват в том, что тебя ущемляет, утесняет, на тобой издевается. То есть вот это первый процесс. И очень часто, да, люди срываются и уходят назад, даже несмотря на тот ужас, который происходит в их семьях. Это так грустно. Ну да, она сложная тема, с другой стороны, когда ты понимаешь, что у людей есть защита со стороны социальных служб, полицейских, что опять же полицейские твои друзья, они враги. Это все очень важно. И я опять же в женских комнатах, в женских туалетах обычно как раз висят плакаты, что если у вас сложные отношения, если какое-то насилие происходит, звоните по этому телефону сейчас бесплатно. То есть это вот прям массово. Притом я не думаю, что у нас здесь масштабно в Шотландии, ну, это стоит проблема острая, но даже для тех людей, для кого это проблема, ну, есть способы решения. Это очень ценно. Скажи про подкаст подробнее. Вот, значит, вот в прошлом году, потому что начался у нас локдаун, да, то есть нас закрыли, вот этот вот ковид начал распространяться. Очень, не только в Шотландии, во всем мире очень полезли все эти случаи домашнего насилия вверх. Почему? Потому что динамика семьи изменилась. Вдруг все оказались, да, вот в таких маленьких коробочках, в своих маленьких мерках, и динамика эмоциональная, вот как люди друг другом трутся, и какие у них, в общем-то, вот расписания, вдруг все оказались дома, никому нельзя ходить, и не все смогли с этим справиться. И даже те семьи, которые раньше функционировали совершенно нормально, и притерлись друг к другу, и вдруг вот этот эмоциональный выплеск агрессии стал совершенно невыносимым. И вот я записала в прошлом году подкаст на тему домашнего насилия и на тему, как вообще в жизни людей оно появляется, и какие первые признаки, и, в общем-то, какие-то давала советы и такие небольшие людям, которые оказались либо впервые столкнулись с этой проблемой, либо давно уже с ней борются. Это значит, такое количество людей мне написало после этого, вот просто в приват, да, люди благодарили за вот этот подкаст и рассказывали свои истории, и на самом деле это не зависит ни от расы, ни от твоего счета в банке, количество, сколько у тебя денег, ни от того, живешь ты в хорошем доме или плохом, работаешь ты врачом или строителем, совершенно домашнее насилие не выбирает. Знаешь, вот это какая-то как болезнь. Она появляется в совершенно разных семьях, которые вот снаружи могут казаться очень благополучными, красивыми, и вот все у них хорошо, а за закрытыми дверьми происходят вот совершенно жуткие вещи часто. Ирина, спасибо тебе большое за невероятно важную, интересную тему. Вот я уверена, что у наших зрителей будет очень много вопросов, поэтому я тут сразу предсвидетеля спрошу о возможности еще раз встретиться и ответить на вопросы, если их будет много в наших комментариях. С удовольствием. Спасибо, Анюта, за то, что ты эту тему поняла, за то, что я считала, что зрителям эта тему будет интересна. Конечно, если будут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу, если смогу чем-то помочь. Мне кажется, всегда нужно думать не о глобальных вещах, а как-то помогать индивидуально и помогать на каких-то маленьких таких вот проектах. Если одному человеку помог, значит, вот почему-то ты в жизни прошла. Не зря. Да, да, так и есть. Спасибо большое, ну и до встречи. До встречи, пока. Ну все, снова возвращаемся в мою машину, забитую детскими вещами. Я очень надеюсь, что вам понравилось видео. Я очень надеюсь, что вы все же смогли расслышать, услышать и понять, о чем оно. Я хочу поблагодарить Ирину за то, что она нам так подробно рассказала об этой теме, так хорошо и доступно. Но если у вас будут вопросы, вы, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну и вообще, спасибо вам большое за поддержку, лайки, комментарии. Это все очень важно, помогает нашему каналу. Выходите в алгоритмы Ютьюба, и так, чтобы нас советовал и рекомендовал Ютьюб. Так что буду благодарна всяческой поддержке. Ну и Ире, спасибо. И я говорю, если вдруг вам понравилось, то мы можем продолжить эту тему. Так что напишите об этом в комментариях. Ну и все, пока-пока.